Никогда ни на кого не смотрите снизу вверх и никогда не смотрите сверху вниз. Просто научитесь видеть жизнь такой, какая она есть, и вы будете с легкостью идти по ней. Садгуру, в школе и колледже нас все время учили ценить себя, любить себя, быть уверенными в себе, иметь чувство собственного достоинства. Что значит «любить себя»? Что там происходит у вас в школе? Я имею в виду, что этому учит общество в целом. Нас учат придавать себе значение до такой степени, что мы уже не знаем, как быть скромными. Не могли бы вы объяснить, как нам снова стать скромными? Видишь ли, нет необходимости быть смиренной, но также нет и необходимости быть высокомерной. Поскольку ты меня спросил об этом, я расскажу кое-что. Моя дочь путешествовала со мной, когда ей было всего три с половиной месяца. В машине были только мы с ней. Я исколесил всю Индию с этим малышом в машине. Так что она росла в домах разных людей. У меня было одно правило, потому что у взрослых есть такая проблема. Как только они видят ребенка, они набрасываются на него, как какие-то хищники, и хотят его чему-то научить. Все хотят научить, как считать 1, 2, 3, 4 или алфавиту АБВ, или «У Мэри была маленькая овечка». Я им сказал, я не хочу, чтобы она знала АБВ, или «Раз-два-три», а также была ли у Мэри овечка или нет. Правило такое, вы можете играть с ней, но никто не должен ее ничему учить. Так что она росла очень счастливой. К тому времени, как ей исполнилось 18 месяцев, она свободно говорила на трех языках. Она слушала, потому что никто ее ничему не учил. Она не повторяла, «У Мэри была маленькая овечка». Ни стишков, ни языка, ни математики. Просто жизнь. Я думал, что никогда не отдам ее в школу, но единственной веской причиной было общение со сверстниками. Так что она пошла в школу, и когда ей было около 12 лет, как-то раз она пришла домой немного обеспокоенной тем, что происходило в школе. И она сказала, «Ты всех учишь стольким вещам, а меня не учишь ничему». Я сказал, «Я учу только тех, кто сам приходит ко мне за учением». Теперь же, когда ты сама спросила, «Давай поговорим». Единственное, что тебе нужно знать, это «Никогда ни на кого не смотри сверху вниз, никогда ни на кого не смотри снизу вверх». Она взглянула на меня, мол, «А как насчет тебя?» Я сказал, «Даже на меня». Если ты будешь смотреть на меня с благоговением, ты полностью упустишь то, чем я являюсь. Если будешь смотреть на меня снизу вверх, возможно, повесишь мою фотографию на стену. Но ты упустишь всю суть того, кем я на самом деле являюсь. Ты должна смотреть на меня и видеть меня таким, какой я есть, не снизу вверх. Никогда ни на кого не смотри снизу вверх. И никогда ни на кого не смотри сверху вниз. Это кажется несложным. Но попробуйте и увидите, что это не так просто. Внутри себя вы уже все решили, что хорошо, что плохо, что прекрасно, что безобразно, что является добродетелью, а что грехом, что есть грязь, а что богатство. Вы все уже определили. Как только вы так делаете, вам уже невозможно не смотреть на что-то с благоговением, а на что-то с презрением. На то, что вы считаете плохим, вы смотрите с пренебрежением. На то, что считаете хорошим, смотрите с почтением. Если вы отбросите все это и просто будете учиться видеть жизнь такой, какая она есть, вы будете идти по ней без какого-либо труда.